Всем привет! Вы смотрите канал Просто Детки. И сегодня мы с вами заканчиваем обзор игры Аркадий Паровозов. Мы записали уже прохождение 9 мини-8 мини-игр. Вот они все. И осталась последняя девятая. А если вы не видели предыдущие прохождения, то всегда можете посмотреть их на нашем канале. Ссылка есть в описании к этому видео, а также в конце в аннотации. Итак, приступим к последней миссии. Первая сложность. Посмотрите, дом горит, но пожарные на вызов мчатся к нам, как на пожар. Что пожарным пригодится? Пистолет? Собака? Шланг? Чем пожарному удобней дом горящий потушить? Ну конечно, шланг. Скорее дай пожарному его. Молодец. Пожар потушен. А теперь попробуй сам. Ну что же у нас еще пожарному нужно? Шапка ему не нужна, у них есть кески, каски, фен не нужен, лак тоже не нужен, карандаши не нужны, руль. Зачем пожарному руль? А вот огнетушитель всегда пригодится, потому что им можно положить огонь. Так, а я по поводу первой шапки ошибся. Это, оказывается, не простая шапка, это все-таки действительно каска. У второго пожарного ее не было, поэтому каску тоже... Таши Маши. Труд пожарных нужен всем. Ведь пожарные умеют что угодно погасить. Но, пожалуйста, не надо этим пользоваться вам. И по этой попричине что угодно поджигать. Спички, дети, не игрушка. Избегайте в них играть, потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Вот такая вот история. Переходим к следующей серии. К следующему заданию. Так, перед нами художник. А без чего художник не может пользоваться? Давайте начинать сначала. Вот у нас картина. Художник рисует картину. Значит, это правильно. Дальше. Какой-то там крючок от крана. Художник, он ни к чему. Дальше зеркальце. Смотреть на себя в зеркало, это дело модницы, а не художника. Дальше сумка медицинская. Это к доктору относится. А вот стоит мольберт или доска для рисования. Художник без нее никак не обойдется. Дети. Саши, Маши и Антоши. Быть художником хорошим очень-очень хорошо. Ведь художники рисуют все, что видят пред собою. А потом, какую хочешь, краской красят это все. Только если вы решите стать художниками, дети, не дышите свежей краской, двери с окнами закрыв. Потому что все возможно. Все бывает, так сказать. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Вот так вот. Идем дальше. Как по мне, то пока самая интересная серия. Так, у нас перед нами повар. Ну что, вот у нас тачка. Повару она точно не к чему. Разве что продукты возить большими количествами. Дальше дорожный знак. Но повару на кухне дорожный знак точно не нужен. Разве что останавливать там, когда кто-то хочет что-то стащить с кухни. Дальше пожарный шланг мы уже знаем для пожарного. А вот шприц такой большой, это для доктора. А вот, наконец-то, сковородка. Сковородка. Повару это вообще без нее никак. И второе, это газовая печь. Все готовится на печи. Дорогие Саши, Маши и Наташи, например. Ничего важнее нету, чем здоровая еда. Повар может приготовить кашу, суп или компот. И салат нарезать может. И испечь для вас пирог. Только помните, ребята, за едой нельзя болтать. Потому что мимо дети. Я могу не пролетать. Третья игра пройдена. А вот у нас и доктор, смотрите. Давайте разбираться. Колесо доктора нужно. Ну, только если он пробьет скорую помощь свою. Поэтому не подходит. Дальше. Бетонная мешалка повару тоже незачем. Разве что там гипс намешать, чтобы больному ставить. Дальше. Машина обычная. Доктора ни к чему. У него есть скорая помощь. А вот дальше, смотрите, идет шприц. По идее, он ему нужен. А где он лежит у нас? А, вот сверху. Над подъездом. Почему-то? Все получается. Так, дальше. Третья, последняя, предпоследняя. Это такой парик клоуна. Зачем он доктору? Только испугает больного. А вот сумка доктору обязательно, без которой он лечить лекарства не сможет. Видите, вылечил. Доктор лечит насморк вам. Мажет йодом ваши ранки и накладывает гипс. На живот компрессы ставит. Ставит градусники всем. И от этого, конечно, очень сильно устает. Вы помочь ему могли бы без особого труда. Если б руки мыли с мылом, а зимой носили шарф. Позаботьтесь-ка, ребята, о здоровье, о своем. А не вешайте заботы на меня и докторов. Потому что быть здоровым веселее, чем болеть. И к тому же, мимо дети. И я могу не пролетать. Так, идем к следующему заданию. Ух ты, продавец. Или продавщица. Давайте разбираться. Руль продавщицы нужен? Я думаю, не нужен. Хотя она может продавать и рули, и все для машины. Но это не наш случай. Дальше. Огнетушитель. Тоже ей не нужен. Мольберт не нужен. А вот кассовый аппарат, чтобы покупки считать. Денежку и так далее. Ей необходим. Дальше. Расческа. Ну тоже, разве только что продавать. А вот последнее, это ценники. Мы помним с предыдущих обзоров. Вот они стоят здесь на покупках. Без них никуда. Дети. Кати, Пети, Мити, Вити. Продавцы из магазина продают товары нам. От конфеты пластилина до машин и пароходов. От больших подъемных кранов до цветных карандашей. Но, конечно же, не могут продавцы из магазина продавать вам дети. То, что может детям навредить. Постарайтесь это дети никогда не забывать. Потому что, мимо дети, я могу не пролетать. Вот такая поучительная история. Кто у нас дальше? Ага. Дальше парикмахер, тетя. Так, ну ей пожарный шланг не нужен. Каска тоже не нужна. Кассовый аппарат нет. А вот расческа, как она без расчески обойдется? А никак. Расческа это ее рабочий инструмент. А, я на место зеркала положил. Вот здесь расческа. Дальше идет сумка доктора. Ей ни к чему. Разве что парикмахерская кому-то поплохеет. А вот зеркальце нужно, чтобы клиент мог смотреть на себя в зеркальце. Уважаемые дети. Нюши, Ксюши и Максюши. Кто вам сделает прическу? Кто причешет и завьет? Ну, конечно, парикмахер. Мастер ножниц и расчески. Он терпеть не может. Дети неопрятной головы. Но когда вам парикмахер подстригает за ушами, не вертитесь, а спокойно посидите пять минут. Не вертитесь, не крутитесь перед зеркалом, ребята. Ведь от вашего кручения уши могут пострадать. Постарайтесь это, дети, никогда не забывать. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Вот такая очередная история. Очень даже интересно и поучительно. А здесь у нас строитель. Пистолет строителю, я думаю, ни к чему. У него другой рабочий инструмент. Поварешка тоже не его. А потом вот эта штука, которую слушать, забыл, как называется, тоже не его. А стратоскоп там, или как она. А каска. Каска у него, по-моему, есть такая желтенькая, видите? А, не, видите, у него хоть и есть, но он еще требует. Я же говорил, что это его каска. Молодец. Колесо ему тоже не нужно. Они такие маленькие, вон, колесики на методомешалке есть. А вот тачка, чтобы раствор возить, там, кирпичи, мешки. Это обязательно. Так, сколько же у нас еще профессий? Ага, это водитель. Так, смотрим. Пистолет водителю не нужен. А дальше обувь клоуна тоже не нужна. Ага, крюк от крана не нужен. Руль. Ну, руль, по идее, на машину нужен. Вот он у нас, руль. Почему-то он из машины его достал. Дальше калькулятор. Это уже предмет для продавца. А последнее, это машина. Ну, как же водитель без машины? Уважаемые дети. Саши, Маши и Сережи. И Алеши, и Антоши. Клавы, Славы. В общем, все. Есть профессия водитель. Возит он людей и грузы. На машинах на различных. Грузовых и легковых. Это очень нужно людям. Ездить всюду на машинах. И возить в машинах грузы. Очень нужно людям всем. Только помните, ребята, где машины, там опасно. Можно лишь по переходу вам дорогу перейти. Постарайтесь это, дети, никогда не забывать. Потому что, мимо, дети, я могу не пролетать. Так, кого у нас еще не было? Полицейского, наверное. Да, смотрите, угадал. Вот он. Вора ловят, видите? Так, ну что, медицинская сумка. Я думаю, ее не нужна. А потом... Шапка для клоуна нет. Ключ. Тоже не нужен. Пистолет. Ну как же, без пистолета никуда. Вдруг там преступник вооружен. Молодец. Этому даем ему пистолет. Дальше свисток. С свистком он свистит, чтобы его слышали. Все. Уважаемые дети, Саши, Маши, например, или Даши, или Паши, или Глаши, например, дети, знайте, что порядок никуда не убежит. Потому что охраняют полицейские его. Если кто-то нехороший плохо стал себя вести, полицейский скажет строго, очень плохо быть плохим. И поэтому, ребята, постарайтесь ко всегда быть хорошими, ребята. А плохими никогда. Постарайтесь это, дети, никогда не забывать. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Опять не все. Кто у нас остался? Клоун, наверное. Да, наверное, последний персонаж. Сколько всего интересного. Так, ну смотрите, клоуну, а тут плита кухонная не нужна. Расческа тоже. Мольберт. Или нет, не мольберт, это... В общем, для красок вот эта штука тоже не нужна. Сам мольберт не нужен. А вот собачка дрессированная обязательно нужна. Молодец. И нос накладной тоже нужен, такой круглый. Уважаемые дети Даши, Глаши и Наташи. Рассмешит вас до якоты в цирке клоун-весельчак. Упадет на ровном месте, а потом проглотит кактус. И большому злому тигру пощекучит он живот. Только, дети, эти трюки... Не спешите повторять. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Вот так вот, наконец-то, дали нам приз воздушного змея. И можем переходить к следующему уровню сложности. Я так понимаю, здесь будет больше предметов, наверное. Профессии те же. Да, смотрите, у нас тут... Куча всего. Так, ну что, я не буду всё подробно перечислять. Кастрюля не нужна. Огнетушитель мы уже знаем, что нужен пожарным. Ставим. Кисточка не нужна. Кассовый аппарат нет. Систок это не их. Каска. Подходит. Дальше. Шприц не нужен. Калькулятор не нужен. А вот пожарная машина нужна. Как же пожарные... Пожарники без пожарной машины. Ага, у нас вначале ещё лестница, я её не увидел. Или её не было. Чтобы забираться туда, где огонь высоко горит. Дорогие Саши, Маши. Труд пожарных нужен всем. Ведь пожарные умеют что угодно погасить. Но, пожалуйста, не надо этим пользоваться вам. И по этой попричине, что угодно поджигать. Спички, дети, не игрушка. Избегайте в них играть. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Так, есть такое дело. Дальше. Второй уровень сложности. Вот первая у нас кисточка. Как же художник без кисточки? Никак. Дальше. Там у нас шприц, радусник. Печь. Таблетки. Расчёска. Это всё не то. Вот карандаши художник может рисовать не только красками, но и карандашами. Дальше. Так. Пожарный шланг. Картина. Картина, конечно же, нужна художнику. И мольберт. Уважаемые дети. Саши, Маши и Антоши. Быть художником хорошим очень-очень хорошо. Ведь художники рисуют всё, что видят пред собою. А потом, какую хочешь, краской красят это всё. Только если вы решите стать художниками, дети, не дышите свежей краской, двери с окнами закрыв. Потому что всё возможно. Всё бывает, так сказать. Потому что мимо дети я могу не пролетать. Так, идём дальше. Так, а вот у нас первым делом идёт печь газовая. Без неё попора никуда. На печь ставим кастрюлю. Молодец. Так, свисток, дубинка, шапка, ножницы. Так, сковородка, шприц. Это всё... А, вот сковородка. Что-то я уже сбился. Нужна обязательно повару. И вот горшочек, наверное, с чем-то там. Дорогие Саши, Маши и Наташи. С чего он будет готовить. Ничего важнее нету, чем здоровая еда. Повар может приготовить кашу, суп или компот. И салат нарезать может. И испечь для вас пирог. Только помните, ребята, за едой нельзя болтать. Потому что мимо дети. Я могу не пролетать. Дальше. Так, доктор. Ну что ему нужно? Медицинская сумочка с лекарствами. Дальше. Градусник. Термометр. А я всё получается. Таблеточки. Отлично. И стратоскоп. Уважаемые дети. Доктор лечит насморк вам. Мажет йодом в вашей ранке и накладывает гид. На живот компрессы ставит. Ставит градусники всем. И от этого, конечно, очень сильно устает. Вы помочь ему могли бы без особого труда. Если б руки мыли с мылом. А зимой носили шарф. Позаботьтесь-ка, ребята, о здоровье. О своём. А не вешайте заботы на меня и докторов. Потому что быть здоровым веселее, чем болеть. И к тому же, мимо дети. И я могу не пролетать. Так, продавец. Ну что, давайте сразу продавцу. Кассовый аппарат. А, это весы у нас. Нужный. Калькулятор, чтобы считать. А сколько там покупок нужно заплатить? Есть. Дальше. Тележка, чтобы складывать сюда продукты. Тоже есть. И ценники. Уважаемые дети. Кати, Пети, Мити, Вити. Продавцы из магазина продают товары нам. От конфеты пластилина до машин и пароходов. От больших подъёмных кранов до цветных карандашей. Но, конечно же, не могут продавцы из магазина продавать вам дети. То, что может детям навредить. Постарайтесь это дети никогда не забывать. Потому что мимо дети. Я могу не пролетать. Всё понятно, Аркадий. Спасибо за объяснение. Так, парикмахер. Зеркальце. Даём. Молодец. Дальше. Лак для волос. Даём. Всё получается. Ножницы, чтобы обрезать волосы. Даём. И расчёска, чтобы расчёсывать клиента тоже даём. Желаемые дети. Нюши, Ксюши и Максюши. Кто вам сделает прическу? Кто причешет и завьёт? Ну, конечно, парикмахер. Мастер ножниц и расчёски. Он терпеть не может. Дети неопрятной головы. Но когда вам парикмахер подстригает за ушами, не вертитесь, а спокойно посидите пять минут. Не вертитесь, не крутитесь перед зеркалом, ребята. Ведь от вашего кручения уши могут пострадать. Постарайтесь это, дети, никогда не забывать. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Так, кто у нас там следующий? Строитель. Итак, тачка. Мы уже знаем, что это для строителя. Дальше идёт кепка. Точнее, каска. Тоже. Так, а вот, кстати, по-моему, что-то похоже на перфоратор. Я не знаю. Давайте сначала бетономешалку. Отлично. То фиолетовый фен, а перфоратор вот такой большой. Ставим его сверху. Дальше мы, дети, Саши, Маши. Знаете то, что профессия строитель исключительно важна. Потому что очень важно, дети, каждому из нас, чтобы жили мы в квартирах, а не мёрзли в шалашах. Но увидев стройплощадку, там не вздумайте играть. Потому что, мимо дети, я могу не пролетать. Так, идём дальше. Водитель. Ну что, водителю, колесо нужно или нет? Ладно, давайте начнём с того, что знаем. Так, руль. Нужно. Водец. Дальше, дорожный знак. Чтобы знать, как ехать, тоже нужно. А, вот и колесо. Я просто не увидел, где оно было закрыто чем-то. Колесо запасное. И последнее, что у нас? Ключ от машины. Уважаемые дети. Саши, Маши и Серёжи. И Алёши, и Антоши, Клавы, Славы. В общем, все. Есть профессия водитель. Возит он людей и грузы. На машинах на различных. Грузовых и легковых. Это очень нужно людям. Ездить всюду на машинах. И возить в машинах грузы. Очень нужно людям всем. Только помните, ребята, где машины, там опасно. Можно лишь по переходу вам дорогу перейти. Постарайтесь это, дети, никогда не забывать. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Так. Наш дядя милиционер. Так. Дубинка у него. Чтобы, если что там, сделать. Трах тебе дох. Преступнику. Дальше. Пистолет. Если совсем уже будет преступник опасный. Получается. Дальше. Что у нас здесь? Наручники. Когда славят преступника. Чтобы его сковать наручниками. И свисток. Чтобы свистеть, чтобы вдруг он насыграется. Уважаемые дети. Саши, Маши, например. Или Даши, или Паши, или Глаши, например. Дети. Знайте, что порядок никуда не убежит. Потому что охраняют полицейские его. Если кто-то нехороший плохо стал себя вести, полицейский скажет строго. Очень плохо быть плохим. И поэтому, ребята, постарайтесь-ка всегда быть хорошими, ребята. А плохими никогда. Постарайтесь это дети никогда не забывать. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Полезный совет не только летит, а и для взрослых. Быть всегда хорошими, а не плохими. Так, ну и последняя, по-моему, профессия у нас клоун. Так, даем ему парик. Вот он у нас, вечно, на палочке. Дальше колпак. Тоже можно. Собачка дрессированная. Пудель. И накладной нос. Уважаемые дети Даши, Глаши и Наташи. Рассмешит вас доекоты в цирке клоун-весельчак. Упадет на ровном месте, а потом проглотит кактус. И большому злому тигру пощекочет он живот. Только дети, эти трюки... Не спешите повторять. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать. О, дали в подарок ведро. Пригодится хозяйстве. Это был уже второй уровень сложности. И остался у нас самый последний. Это вообще в обзоре этой игры. Третий уровень сложности. Девятой мини-игры. Давайте его быстренько пройдем. Здесь будет больше предметов. И на этом обзор наш завершим. Так, ну что. Ааа, начнем с пожарной машины. Раз. Дальше. Пожарный шланг. Два. Молодец. Огнетушитель. Молодец. Лестница. Молодец. Молодец. Так. Каска пожарного. Пять. Дорогие Саши машины. Что, всего лишь пять? Труд пожарных нужен всем. Ведь пожарные умеют что угодно погасить. Но, пожалуйста, не надо этим пользоваться вам. И по этой по причине, что угодно поджигать. Спички, дети, не игрушка. Избегайте в них играть. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Так, идем к следующей профессии. Так. Ну что здесь у нас. Карандашами художник рисует. Раз. А картины рисует. Два. Мольберт нужен ему. Как поставка. Три. Кисточка. Четыре. Молодец. Так, и... До сих пор не знаю, для красок, как называется опять. Уважаемые дети. Саши, Маши и Антоши. Быть художником хорошим очень-очень хорошо. Ведь художники рисуют все, что видят пред собою. А потом, какую хочешь, краской красят это все. Только если вы решите стать художниками, дети, не дышите свежей краской, двери с окнами закрыв. Потому что все возможно. Все бывает, так сказать. Потому что, мимо дети, я могу не пролетать. Так, идем к следующей профессии. Но могли, конечно, разработчики сделать хотя бы по шесть предметов для профессии. Если первый уровень слов у нас все два предмета, второй четыре, третий должен был бы шесть. А они сделали пять. Вот так вот. Ладно, берем вот горшочек с чем-то полезным. Наверное, с метком или с чем. Молодец. Можно добавлять тоже это в еду. А затем, дальше, что у нас? Газовая печка. Два. Дальше. Сковородка. Три. Отлично. И вот Аполлоник был, я его видел. Пять. Где он висит? Ага, над кастрюлей. Дорогие Саши, Маши и Наташи, например. Ничего важнее нету, чем здоровая еда. Повар может приготовить кашу, суп или компот. И салат нарезать может. И испечь для вас пирог. Только помните, ребята, за едой нельзя болтать. Потому что мимо дети. Я могу не пролетать. Идем дальше. Доктор. И начинаем. А, шприц. Уколы делать больному. Раз. Дальше. Стратоскоп. Слушать больного. Два. Таблетку давать больному, чтобы не болел. Три. Молодец. А все это он достает откуда? Откуда? Из сумки из медицинской. Это четыре. Молодец. И меряет температуру больному градусником. Пять. Уважаемый. Больной выздоровел. Доктор лечит насморк вам. Мажет йодом в ваши ранки и накладывает гипс. На живот компрессы ставит. Ставит градусники всем. И от этого, конечно, очень сильно устает. Вы помочь ему могли бы без особого труда. Если б руки мыли с мылом, а зимой носили шарф. Позаботьтесь-ка, ребята, о здоровье, о своем. А не вешайте заботы на меня и докторов. Потому что быть здоровым веселее, чем болеть. И к тому же, мимо дети. И я могу не пролетать. Так, переходим к следующей профессии. Продавец. Итак. Для продавца нужен калькулятор. Тележка для продукта. Что у нас здесь? Ценники для товаров. Ой, куда ценники улетели? Вот они. Почему-то улетели в сторону. Так, вот они весы. Молодец. И вначале кассовый аппарат. Чтобы выдавать чеки за покупки. Устанавливаемые дети. Кати, Пети, Мити, Вити. Продавцы из магазина продают товары нам. От конфеты пластилина до машин и пароходов. От больших подъемных кранов до цветных карандашей. Но, конечно же, не могут продавцы из магазина продавать вам дети. То, что может детям навредить. Постарайтесь это дети никогда не забывать. Потому, что мимо дети. Я могу не пролетать. Так, готово. Парикмахер. Мы что, даем ножницы, чтобы она обстригала клиента? Раз. Дальше. Фен, чтобы делала укладку для волос. Вот он сверху. Два. И сушила волосы. Зеркальце, чтобы показывать клиенту сзади. Там, как она его состригает. Три. Дальше. Вот он вначале лак для волос. Четыре. И расческа. Чтобы расчесывать волосы. Это пять. Уважаемые дети. Нюши, Ксюши и Максюши. Кто вам сделает прическу? Кто причешет и завьет? Ну, конечно, парикмахер. Мастер ножниц и расчески. Он терпеть не может. Дети неопрятной головы. Но когда вам парикмахер подстригает за ушами, не вертитесь, а спокойно посидите пять минут. Не вертитесь, не крутитесь перед зеркалом, ребята. Ведь от вашего кручения уши могут пострадать. Постарайтесь это, дети, никогда не забывать. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Переходим дальше. Строитель. Мы уже почти все его причиндалы знаем. Так, берем бетономешалка. Хорошо. Молодец. А вот и клюк от строительного крана. 2. Поднимать там тяжести всякие, плиты и так далее. А дальше у нас что? Каска. 3. Тебя все получаются. Перфоратор. 4. Тебя все получаются. И тачка, чтобы возить что-то. Цемент. Это 5. Дети. Саши. Маши. Знаете то, что профессия строительства. Строитель исключительно важна. Потому что очень важно, дети, каждому из нас, чтобы жили мы в квартирах, а не мерзли в шалашах. Но увидев стройплощадку, там не вздумайте играть. Потому что мимо дети, я могу не пролетать. Так, следующая профессия у нас водитель. Так, даем ему что? Знак дорожный для правильной езды. Колесо запасное для его машины. Руль для машины, чтобы у нас машина вообще разобрана. Так, одесса, маш, машина. Ага, вот ключ от машины. Все собрали, у нас только машины не хватает. И последняя это машина. Уважаемые дети. Саши, Маши и Сережи. И Алеши, и Антоши, Клавы, Славы. В общем, все. Есть профессия водитель. Возит он людей и грузы. На машинах на различных. Грузовых и легковых. Это очень нужно людям ездить всюду на машинах. И возить в машинах грузы очень нужно людям всем. Только помните, ребята, где машины, там опасно. Можно лишь по переходу вам дорогу перейти. Постарайтесь это, дети, никогда не забывать. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Осталось буквально несколько профессий. Давайте их рассмотрим. Так, полицейский. Мы уже знаем. Ага, вот у него главное это фуражка. Без фуражки он никуда. Молодец. Так, дальше дубинка. Два. Молодец. Свисток. Три. Отлично. Пистолет. Четыре. У тебя все получается. И наручники пять. Уважаемые дети. Саши, Маши, например. Или Даши, или Паши, или Глаши, например. Дети. Знайте, что порядок никуда не убежит. Потому что охраняют полицейские его. Если кто-то нехороший плохо стал себя вести, полицейский скажет строго. Очень плохо быть плохим. И поэтому, ребята, постарайтесь-ка всегда быть хорошими, ребята. А плохими никогда. Постарайтесь это, дети, никогда не забывать. Потому что мимо дети я могу не пролетать. Так, ну и что. Последняя профессия. Последние минуты нашего обзора. Итак, клоуну что нужно? Помощник криво собачка, трассированная Путин. Дальше обувь на ножке красивая, праздничная такая. Сверху парик. На нос шарик такой красненький. И на голову можно колпак. Уважаемые дети. Даши, Глаши и Наташи. Размешит вас доекоты в цирке клоун-весельчак. Упадет на ровном месте, а потом проглотит кактус. И большому злому тигру пощекучит он живот. Только дети эти трюки. Не спешите повторять. Потому что мимо дети. Я могу не пролетать. И в подарок нам в конце дали мороженое. Самый вкусный подарок. Так, все, выполнили мы это задание целиком. И смотрите, все игры у нас пройдены и рассмотрены. Если вы какой-то обзор пропустили, то всегда можете посмотреть у нас на нашем канале. Ссылка в описании под этим видео. Также можно найти их, если перейти просто на наш канал даже из этого видео. Поэтому смотрите, учитесь, развивайтесь. На этом мы наш обзор будем завершать. Если вы смотрели это видео и эту игру, и она вам понравилась, то не забудьте поделиться с другими детками. Вдруг кому-то еще эта игра окажется полезной. А также, всем спасибо за просмотры. Оставайтесь с нами, будет много интересных игр, в том числе детских развивающих. На сегодня все. Всем спасибо за просмотры. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok